МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Данный лифт полностью готов, смонтирован. Привезена пусконаладочная работа и испытания. Безопасный надземный пешеходный переход готов. Все сделано в срок, никаких замечаний. Вместе с главой посмотрели все помещения для медиков, для удобства выездного персонала. В Люберцах откроют новую подстанцию скорой помощи. Я действующий учитель, я также классный руководитель в школе. Но я учу людей по всей стране, введя свой блог, рассказывая историю. В библиотеке Есенина прошла творческая встреча с Надеждой Дорониной. Мы на ней уже гоняем около года. Отличная машина. И мне, и сыну нравится. Погоняли, поремонтировали, все как обычно. В округе провели первый фестиваль радиоуправляемых моделей. А теперь подробнее о всех событиях. История 41-го центрального завода железнодорожной техники насчитывает более 70 лет. И в советские годы, и сейчас здесь продолжают выпускать спецтехнику для гражданских и военных нужд. За производственным процессом наблюдал Богдан Колесников. В этом цехе полный цикл обработки листового металла. Гибко, резко, сварка, шлифовка и полировка. Каркас будущего автономного передвижного комплекса готов. И его отправляют на сборку. Механизированные мастерские укомплектовывают в зависимости от вида обслуживаемой техники. На оснащение токарно-фрезерной мастерской уходит не менее двух недель. Здесь идёт сейчас хлёпка кузова, внутренняя и наружная обшивка. И в дальнейшем будет заполнение уже станками, оборудованием. Потом ставим на шасси, на прицепы. 41-й завод – единственный поставщик данных изделий для Министерства обороны. Разрабатывает и производит и другую продукцию, в том числе оптическое оборудование. Оптика сейчас очень востребована. Есть много наработок новых, которые уже запущены в серию. Завод расширяется, строятся новые цеха. Также выпускается уникальное оборудование. Это толкачи речные, морские, те, которые необходимы для наведения понтонов. Это предприятие наработало новые компетенции. Выпускают новую продукцию, уникальную продукцию по некоторым направлениям, которые не выпускает больше никто. На предприятии работает около 200 человек. Новые производственные площади позволят увеличить численность сотрудников и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Строительство пешеходного перехода между железнодорожными станциями Люберца и Ухтомская закончено. Завершили пусконаладочные работы лифтового оборудования. Мост полностью готов к работе. Подробности расскажем в сюжете. Надземный пешеходный переход уже функционирует. Его возведение заняло 9 месяцев. Строительство моста завершили еще в начале октября. Переходом пользуются больше тысячи человек в день. Теперь жители городского округа могут безопасно переходить через железнодорожные пути. Я здесь очень часто хожу к дочке. Очень приятно стало переходить, потому что было достаточно опасно. И я понимала машинистов, каково им было сложно ездить, потому что мы ходим, они нервничают. Я сама транспортник. Все это понимала прекрасно. И вот наконец дождались этого перехода. Это просто супер. А уж лифт открыли. Я уж прям лифту сказала спасибо. Для полного функционирования осталась настройка лифтового оборудования. Шахты находятся с обеих сторон перехода. Грузоподъемность превышает тысячу килограммов. Лифт предусмотрен для маломобильных жителей, женщин с колясками, пожилых пешеходов и велосипедистов. Данный лифт полностью готов, смонтирован. Привезена пусконаладочная работа и испытания. Система связи смонтирована, происходит пусконаладка. Лифт готов к использованию. Дополнительно в надземном пешеходном переходе завершают работы по настройке освещения. К концу года установят камеры наблюдения. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. На вертолетной улице рядом с поликлиникой завершили строительство подстанции скорой медицинской помощи. Благодаря ее открытию врачи смогут полноценно оказывать жителям микрорайона квалифицированную помощь не только стационарно, но и амбулаторно. Когда диспетчеры новой подстанции начнут принимать вызовы, узнали мои коллеги. В новом учреждении 116 рабочих мест. На первом этаже Зенинского поста Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи будут расположены диспетчерская, кабинет амбулаторного приема и старшего врача смены. На втором и третьем этажах помещение для хранения лекарств, комнаты отдыха, кабинет старшего фельдшера и конференц-зал на 20 мест. Все сделано в срок, никаких замечаний. Вместе с главой посмотрели все помещения для медиков, для удобства выездного персонала. Очень приятно удобный конференц-зал для проведения занятий, утренних планерок, конференции, ну а также самое главное обучение студентов, которые уже готовятся прийти на работу на станцию скорой медицинской помощи. Подстанцию обеспечили четырьмя новыми автомобилями «Газель», полностью готовыми для работы бригад скорой. Для каждого отдельный выезд. Порой на минуты, в минутах зависит жизнь человека, и лишние минуты, лишние секунды, могут оказать как раз-таки самую значительную, жизневажную помощь. Когда машина скорой помощи оперативно может доехать до этого микрорайона буквально несколько секунд, до Марусина буквально, наверное, одна-две минуты, и, соответственно, вся эта помощь будет оказана квалифицированными нашими специалистами, нашими врачами. За последний год в Московской области появилось четыре новых подстанции скорой помощи. В микрорайоне Зенина ее открытие запланировано на декабрь. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проходит диспансеризация и вакцинация против гриппа. Пройти обследование и защитить себя от вирусных заболеваний может каждый желающий. Как проходят медицинские процедуры в Центральном поликлиническом отделении, узнала наша съемочная группа. Забор крови, измерение давления, флюорография и кардиограмма – все это входит в первый этап диспансеризации. Второй этап исследования наступает, если у пациента наблюдается отклонение от нормы. Тогда его перенаправляют к врачам узкого профиля. Проходить медицинское обследование жителям в возрасте от 18 до 39 лет необходимо раз в три года. От 40 лет – раз в год. Я к диспансеризации отношусь очень положительно. Я считаю, что это очень важно следить за своим здоровьем. От этого зависит практически все в нашей жизни. Хочешь, не хочешь – идешь, проверяешься. Ну и год можно жить спокойно. Люберчане могут не только проверить здоровье, но и обезопасить себя от вирусных инфекций. Во всех поликлиниках округа делают прививку против гриппа. Зачастую болезнь проходит тяжело, особенно у людей в зоне риска. Задача вакцины – снизить процент заболеваемости и минимизировать осложнения. Причиной отказа могут стать только медицинские противопоказания. Если пациенты в зоне риска, то пациенты обычно с хроническими заболеваниями – это сахарный диабет, гипертоническая болезнь, с патологией сердца, хроническая обструктивная болезнь легких. Терапевт, то есть мы осматриваем. И если противопоказаний нет, пациент идет на прививку. Пройти диспансеризацию или вакцинацию против гриппа можно в порядке живой очереди или по предварительной записи через портал госуслуги, а также по единому телефону 122. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А в поликлинике номер один Московского областного центра охраны материнства и детства можно пройти вакцинацию от папилломы. Это опасный вирус, который может привести к онкологическим заболеваниям. С какого возраста рекомендовано делать прививку и почему это важно, нашей съемочной группе объяснили врачи. Сергей Лысенко – отец троих детей. Здоровье каждого ребенка для него на первом месте. Старший сын и дочь уже привиты от вируса папилломы. А когда пришла очередь младшей, вышла новая вакцина. Поэтому перед тем, как делать защитный укол, глава семейства подробно узнал у врача об этом препарате. Знакомые привились уже, соседи привились. И мы в семье обсудили, решили, что, наверное, спросить хотя бы у доктора, что это такое и нужно ли это нашему ребенку, полезно ли это. Почему? Потому что беспокоит здоровье, будущее здоровья ребенка. Убедившись, что вакцина безопасна, заботливый отец подписал согласие. Его 10-летней дочери сделали укол. Препарат Гордосил защищает от инфицирования самыми опасными типами вируса папилломы. Вирус папилломы человека, он вызывает онкологические заболевания. Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, рак полового члена, анального отверстия. Чтобы предотвратить данные онкологические заболевания, предусмотрена профилактическая вакцинация. Вакцина Гордосил показана девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 26 лет и мальчикам от 9 до 17 лет. Она предназначена только для профилактики и наиболее эффективна до начала половой жизни. Направление на прививку выдает врач-педиатр. Люберцы присоединились к экологической акции по сбору макулатуры «Бумбатл». В этом году масштабный проект проходит под эгидой Всероссийского движения «Экосистема», созданного по поручению президента. Какие организации и учреждения городского округа откликнулись на участие, покажем в нашем следующем сюжете. 41-я гимназия – один из постоянных участников экологических акций в городском округе Люберцы. И на этот раз, когда во всей стране стартовал ежегодный проект «Бумбатл», она не осталась в стороне. Об активности школьников и педагогов можно судить по этой огромной горе макулатуры. Я собирала макулатуру рядом со своим домом, в подъездах, в магазинах мы собирали буклеты, которые выкидываются. Цитратки, книжки, которые уже потеряли свою актуальность, например, сборники прошлых лет по экзаменам. К участию в акции подключились все классы гимназии. За несколько дней дети собрали более тонны ненужной бумаги и тем самым спасли от вырубки около 10 деревьев. Это процесс традиционный. Дети ежегодно собирают несколько раз в год макулатуру. И они понимают, что экологическая акция по сбору макулатуры важна и нужна. Это как раз продолжение темы раздельного сбора мусора. Мы думаем о том, где будут жить и как будут жить наши дети в будущем. Мы проводим экоуроки в школах. Все заинтересованы в спасении нашей планеты, в хорошей экологии, потому что у нас воздух один для всех. О важности сохранения природы детям рассказывают и на уроках. В рамках акции Boom Battle в гимназии проводят классные часы и беседы, посвященные экологии. И многие из вас тоже приняли активное участие в этой акции. Поднимите руки. Кто сегодня принимал участие? Это не похлопает. Спасибо большое. О пользе вторичной переработки отходов ученики гимназии поговорили и с главой Люберец Владимиром Волковым. Что было 20-30 лет назад, о переработке мусора никто не думал. Его, конечно, и в таких количествах не было. Если это не перерабатывать, не задумываться, то горы мусора закроют, наверное, наши города. Поэтому это очень важно. Это, на самом деле, не пустые слова. Всего к Всероссийскому экологическому проекту присоединилось 18 люберецких школ. Свою лепту в улучшение экологии внесли также шесть предприятий городского округа. В их числе текстиль-профи. Для компании сбор макулатуры – постоянный процесс. У нас стоят профессиональные пресс-пакеты. По 18 тонн каждый. Собираем коробки, сами их разбираем, чистим, пакетируем, завязываем. И отдаем во вторсырье. На сегодня у нас под навесами лежит около 8 из 9 тонн макулатуры уже пакетированной. Организацию вывоза макулатуры взял на себя региональный оператор «Эколайн Воскресенск». Совместно с администрацией городского округа компания запустила специальный экологический маршрут. Каждый четверг мы приезжаем по образовательным учреждениям, школам и просто промышленным предприятиям. И собираем в рамках федерального проекта «Бумбатл» макулатуру для того, чтобы отправить ее на переработку. И сегодня на маршрут вышли сразу три вида спецтехники. Мусоровоз, такая специальная техничка, автобус и мультилифт. Следующий централизованный вывоз из Люберец назначен на 9 ноября. Завершится масштабный экологический марафон 15 числа. Организаторы акции определят лидеров по количеству собранного бумажного сырья в разных номинациях. И объявят, какой регион России самый активный. Также участники проекта смогут обменять макулатуру на билет в региональное или муниципальное учреждение культуры. Несмотря на то, что люберцы участвуют в «Бумбатле» впервые, городской округ претендует на звание победителя. День народного единства отметили в городском округе. Праздник посвящен памяти вековых традиций и сплоченности всех народов России. В честь этого события прошел концерт для люберчан. Все подробности в репортаже Анастасии Кладиновой. Народными песнями и танцами встречали гостей в культурно-просветительном центре. Творческие коллективы подготовили концертную программу с традиционными номерами разных народов России. Поздравили жителей и представителей власти. Самая главная ценность – это единство. Это то, что у нас есть наша история, наши традиции, наше старшее поколение, которое передает нам эту историческую историю. Конечно же, мы гордимся нашей историей, гордимся нашей страной. Мы воспитываем и растим детей для того, чтобы наша страна шла вперед, развивалась и всегда занимала самое высокое место. На празднике приуроченному Дню Народного Единства подросткам вручали паспорта гражданина Российской Федерации. Свой первый документ получили 11 девушек и юношей по случаю достижения 14 лет. Это было очень торжественно. И на сцене мне вручили паспорт и вручал сам глава городского округа Владимир Михайлович. Сегодня я получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. В праздничной обстановке у меня очень волнительный и важный для меня день. В фойе встречали и провожали гостей накрытые столы от разных народов России – Татарстана, Мордовии, Дагестана, Северных народов и Башкирии. Каждый узнал о культуре, главных традициях и попробовал национальное блюдо. С 2019 года в Люберцах реализуется проект губернатора Московской области «Активное долголетие». Пенсионеры городского округа занимаются спортом, творчеством, а также посещают экскурсии и получают новые знания. Одно из популярных направлений этой программы – курсы компьютерной грамотности. Как проходят занятия, покажем в нашем следующем сюжете. Центральная библиотека имени Есенина – место, где не только можно почитать книги, но и получить новые знания. Три раза в неделю здесь проходят занятия, на которых представители старшего поколения учатся работать с компьютером. Помогают им в этом сотрудники библиотеки. У нас обучение проходит либо курсом для тех, кто вообще с нуля, либо по целевым запросам. То есть человек приходит с конкретной целью. Самые популярные запросы – умение пользоваться порталом госуслуги, работа с текстом, онлайн-оплата услуг ЖКХ и регистрация на сайтах. «Мы же не все это знаем, понимаете, скажем так. Когда начинаешь устранить от него, уже более-менее понятно. Но не каждый раз, все равно это очень для нас это сложно. Но лично для меня, хотя я вот с 80-го года работала, я программист. О востребованности курсов говорит количество занимающихся. В одной только библиотеке имени Есенина за последние три года эти занятия охватили около 300 человек. А по всему округу – более тысячи. Сейчас встал вопрос о модернизации компьютерной техники и увеличении мест для учеников. Сегодня все компьютеры заняты. На каждый компьютер есть конкретный человек, а бывает так, что еще и в очереди сидят ждут. То есть это очень полезная, востребованная опция, программа, которая в рамках активного долголетия предоставляется всем нашим жителям. Записаться на бесплатные компьютерные курсы могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для этого необходимо обратиться в клуб «Активное долголетие» или непосредственно в библиотеке, где проходят занятия. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Отлично провести время, насладиться любимыми песнями и получить сладкие подарки. Во Дворце спорта «Триумф» прошел очередной праздник для представителей старшего поколения. Как и прежде, концерт собрал большое количество гостей и подарил жителям округа массу приятных впечатлений. Не только поют любимые песни, но и приглашают друг друга на танец. Такие концерты уже стали доброй традицией для представителей старшего поколения. Если поначалу они собирали максимум 20 гостей, то сейчас в зале едва хватает свободных мест. Прекрасное настроение, прекрасное. Спасибо большое за такой вечер. И про Люберца песню. Я столько лет живу и ни разу не слышала такую песню. Слушай, молодец. Наконец-то для старых хоть приятно и сделали. Для возрастных. Для возрастных, это что? Да, да, для возрастных старых. Очень даже. Прямо ждем с нетерпением следующего четверга. И придем с удовольствием. За активное долголетие нам рассылку сделали. Очень нравится. Первый раз пришла. В восторге. С помощью таких концертов людей серебряного возраста призывают вести активный образ жизни и приобщаться к спорту. У нас есть инструктора, которые рассказывают о наших бесплатных занятиях в рамках активного долголетия. Они получают информацию и уже приходят. Они записываются в группы, они звонят и активно принимают участие уже в других мероприятиях физкультурных. Интересные и полезные встречи проходят каждый четверг. Это стало седьмой по счету. Гостей праздника поприветствовал глава-люберец Владимир Волков. Я очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы такая большая, дружная, активная семья наша. Веселая, правильно добавляют. Веселая и позитивная. Хочется всем пожелать только здоровья. Собираться нам почаще. Репертуар на каждом концерте разный, но абсолютно все песни знакомы зрителям. Это любимые мелодии советских фильмов и песни их молодости. В Центральной библиотеке имени Есенина состоялся праздник книги с издательством «Аврора». Специальным гостем мероприятия стала Надежда Доронина, писатель и блогер, автор телеграм-канала «Историк в телефоне». На творческой встрече побывала наша съемочная группа. Бурными овациями читатели библиотеки имени Есенина приветствуют гостю из Сызрани. О популярности блога «Учителя истории» Надежды Дорониной можно судить по количеству гостей, которые пришли на творческую встречу. Вы читаете мои посты, вы видите, как я пишу. Нестандартно, необычно, сарказм, ирония, оживление истории. Потому что, когда блог создавался, мне казалось, ну я попробую, но не получится, не получится. Но все получилось, и Надежда Доронина уже презентует свою первую книгу во многих городах России. Ожившая история – это своеобразный сборник ее постов, которые она пишет на протяжении нескольких лет. Сегодня у автора блога многотысячная аудитория подписчиков. Я действующий учитель, я также классный руководитель в школе, но я теперь учу людей еще по всей стране, ведя свой блог и рассказываю историю. Меня подтолкнула мысль о том, что я хочу рассказывать историю, чтобы выйти за пределы школьной программы и рассказывать то, что я знаю. Потому что у меня огромная, хорошая библиотека дома, и я знаю больше, чем мне хватает 40 минут уроков, чтобы детям рассказать. И это стало главной причиной, почему я вышла за пределы, скажем так, школы. Идею оформить посты в книгу Надежде Дорониной предложила генеральный директор издательства «Аврора» Юлиана Черемская. На встрече она подробно рассказала об их творческом тандеме. Я очень рада, что я пришла, надеюсь услышать что-то интересное, новое, то, что я не знала. Читаю, подписываю на канал, ну, года три, наверное, точно. Все душевно, жизненно и по-настоящему. Нет ничего искусственного, не знаю, вот что-то родное. Сейчас историк в телефоне работает над второй книгой. Также в планах популярного блогера выпуск пособия для подготовки к ЕГЭ и, конечно, дальнейшее развитие в интернет-пространстве. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается федеральный проект Росмолодежи «Диалог на равных». Со студентами городского округа встречаются известные люди из мира политики, спорта, науки и искусства. На этот раз молодежь побеседовала с музыкантом и композитором Евгением Рудиным, известным под псевдонимом «Диджей Грув». Тему продолжит Луиза и Геазарян. В этом году у нас прошел такой очень серьезный юбилей. Много было посвящено этому и мероприятий, связанных с праздником. Ну, праздники проходят, а после праздников что-то должно остаться. Одним из многочисленных подарков жителям Люберец в честь 400-летия города стала песня, которую написал «Диджей Грув». Молодежь называет ее неофициальным гимном городского округа. И сегодня люберецкие студенты встретились с автором полюбившегося хита. «Диджей – это просто приставка некоторая, допустим, которая отношение к электронной музыке. А так я человек, который пишет электронную музыку с симфоническим оркестром, пишет музыку в кино. Что такое у людей приставка диджей? Развлекалочка такая, то есть как бы легкая. Нет. Я всегда пытался доказать то, что диджаки и музыканты должны писать сам музыку». Для этого Евгений Рудин открыл в Москве свою аудиошколу. За 16 лет ее окончили сотни людей, среди которых и знаменитые певцы и музыканты. Весной этого года филиал учреждения распахнул свои двери в Люберцах. На встрече с молодежью диджей Груфф рассказал о своих творческих планах и ответил на все интересующие вопросы. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Состоялись открытые муниципальные соревнования по боксу «Люберецкая перчатка». Турнир собрал более 200 человек. За боями, которые прошли в первый день, наблюдал наш корреспондент. Соревнования «Люберецкая перчатка» впервые прошли 11 лет назад. С 2021 года их проводят в память об известном тренере по боксу, мастере спорта СССР Александре Сидорове. Большую плеяду боксеров, хороших людей воспитал Александр Сергеевич. И три года подряд мы проводим этот турнир в памяти нашего замечательного тренера Сидорова Александра Сергеевича. Это юношеский турнир, который позволяет ребятам принять участие, выйти на ринг и начать свою спортивную деятельность как боксера. Те боксеры, которые здесь участвуют, они получают разряды, они получают боевую практику. Петр Невичеря – один из самых юных участников. В свои 12 лет боксер провел 34 боя. В 26 из них победил. Благодаря хорошей подготовке и умению делать комбинации, пробивающие барону соперника. В весовой категории 40 килограммов в сегодняшнем поединке тоже стал чемпионом. Я смог его победить благодаря усиленному тренировку. Тренируюсь уже два года. Второй разряд – это хорошо очень. Сегодня у меня очень ноги болели, я еле переставлял их. Было больно чуть-чуть. Надо было больше бегать, чтобы потянуть ноги. Алексей Большаков боксом увлекся полтора года назад. На турнир приехал из Красногорска. Спортсмен знает, чтобы хорошо выступить и не получить непредвиденных травм, перед боем нужно разогреться. Меня привлек бокс тем, что хорошее для себя развитие, силы, все это, защищать кого-то. Я сегодня настроен показать хороший результат. Красивый бой готовы показать и другие участники. На ринг выходили спортсмены из Москвы, Подмосковья и Республики Мариэл. Соревнования по боксу «Люберецкая перчатка» памяти мастера спорта СССР Александра Сидорова проходили в течение четырех дней. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В рамках проекта «Футбол в школе» организовали матчи между учебными учреждениями городского округа Люберцы. Мини-турнир прошел в гимназии номер пять. С юными игроками пообщалась наша съемочная группа. Проект «Футбол в школе» подразумевает, что преподаватели физической культуры сами тренируют учеников. Детей обучают основам этого вида спорта и проводят дружеские матчи. В этом году на мини-турнир Люберецкого округа заявлено шесть школ. Несмотря на любительский уровень тренировок, судейство проводят по всей строгости. С самого раннего возраста мы приучаем детей, особенно если вы заметили очень строго, как они вводят мяч на аутах, как они ставят именно на линии. Мяч должен обязательно сфиксироваться на линии. И плюс штрафные и не штрафные, естественно, жесткая игра с раннего возраста не должна быть. Артем Корягин – центральный нападающий. Он забил гол под конец игрового времени и уверенно вывел команду вперед. Вместе с одноклассниками в первом этапе турнира выиграли матч со счетом 4-2. Сейчас мы с 53-й школы соревновались, мы 54-я. И, ну да, первый матч тяжелой, я думаю, следующий будет легче. Захар Горностаев изначально играл нападающим, но ему удалось попробовать себя и в роли голкипера. Ведь вратарь не только не дает команде проиграть, но и помогает поддерживать боевой дух. Тогда Захар понял, что для него это лучшая позиция. Братарем быть довольно сложно, потому что ты отвечаешь почти за всю команду. И нужно всегда быть в силе, чтобы не падал дух. Мы пропустили два гола, но моя команда все равно выиграла. Надеюсь, следующую игру выиграем с нулем на своих оборотах. Организовать мини-турнир – идея самих учителей. Они же являются и судьями этих матчей. Следующая цель – провести чемпионат по футболу. А те, кто показывает лучшие результаты, направляют в спортивные школы. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А во дворце спорта «Триумф» прошел чемпионат Московской области по самбо. Лучшие спортсмены региона поборолись за титул чемпиона и возможность принять участие в первенстве Центрального федерального округа. За поединками наблюдал Богдан Колесников. В этом году за медали боролись 99 самбистов из разных городских округов Подмосковья. Люберцы представили пять спортсменов. Иван Захаров – член сборной команды России. За его плечами уже несколько сотен победных поединков. Но перед началом каждого спарринга всегда есть волнение. В борьбе первая встреча – это самая начинающая и самая разгоняющая. Потому что первая встреча – это надо продышаться, разогнаться, чтобы на следующей встрече, так сказать, быть в форме и более-менее уже разогретым. Сам пришел в зал маленький, вот таким лет семь лет, что ли, было, да. Семь лет мне было, прибежал, стрел, понравилось. А другому ничего не было. Все участники чемпионата старше 18 лет. Многие из них уже не раз поднимались на высшие ступени пьедестала чемпионов спорта. У нас в этом году был урожай на медали мировых первенств. Три представителя Московской области были чемпионами в Бишкеке, по-моему, среди юниоров. Сейчас мы готовим спортсменку буквально через несколько дней выезд в Армению, как Романова Эльмира, которая будет, надеемся, завоевывать титул чемпионки мира. Ну а молодые ребята, которые здесь борются, должны показаться в 2024 году. Чемпионат Московской области – это главный старт сезона спортивного в нашем виде спорта. Мужчины и женщины, взрослый возраст, самые интересные схватки – это все, конечно, мы рады видеть на Люберецких коврах. Поэтому традиционно, ежегодно чемпионат Московской области вот уже на протяжении последних пяти лет проходит в городском округе Люберцы. Победители нынешних соревнований представят Московскую область в чемпионате Центрального федерального округа. Его проведут 7 по 10 декабря в Брянске. Богдан Колесников, Петр Подмаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах любой желающий мог принять участие в гонках на радиоуправляемых машинах. Фестиваль прошел в Центральном парке и собрал более 25 любителей дрифта. Подробнее расскажем в сюжете. Джип-триал на радиоуправляемых моделях становится все более популярным развлечением. Артемию Григорьеву не было и шести, когда отец увлек его дрифтом. Теперь у сына и папы одно хобби на двоих. Мы одни из организаторов этого дела. Вот решили в массы пустить этот вид спорта. Все очень красиво, все хорошо. Сейчас погоняем на этом боевом коне. Артемий у нас поменьше катается. Но тоже хочу привлечь к этому делу. Мы на ней уже гоняем около года. Отличная машина. И мне, и сыну нравится. Погоняли, поремонтировали. Все как обычно. На старт! Внимание! Марш! Открыли фестиваль самые маленькие радиоуправляемые модели в масштабе 1 к 16. Соревнования провели на скейт-площадке. Для машин большего класса подготовили специальную трассу с полосой препятствий. Мы, конечно, очень рады, что предоставили возможности погонять. И где-то людям показать, приобщить к нашему хобби. Занимаемся достаточно давно. Обратились только в этом году. И вот очень отзывчивая администрация оказалась. Конечно, очень благодарны. Сейчас попытаемся поучаствовать в таких мини-гонках. Где-то пофлиповать, покрутить сальто, повеселить публику. Такой фестиваль в округе проводят впервые. Инициативу жителей поддержала дирекция Люберецких парков. Мы раньше катали всегда просто где придется, как придется. Объединились, собрали небольшую группу инициативных людей и решили провести так называемый баш-фестиваль. Надеемся, что у нас все пройдет хорошо, все останутся довольны. И на этом не остановится и будет дальнейшее развитие данного, скажем так, фестиваля. Сделаем его более масштабным. Всероссийские соревнования по радиоуправляемым автомобилям впервые провели в прошлом году в Москве. Теперь они станут традиционными и в городском округе Люберца. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова